КАРТОФЕЛЕ ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ Машины ложечные, машины могут быть двух, четырех, шести, восьмирядные. Как опционально оборудуется протравка семенного материала и внесением удобрений. Также можно оборудовать грибнеобразующей плитой и контролем качества высадки. Николай Николаевич, надо отдать должное, сотрудничает со дня основания с компанией Грима и с нами, как с его поставщиком, компания Агротехник. Я хочу еще что сказать. Практически компания Грима поставляет, если кто не знает, весь спектр техники, начиная от почвы обработки и заканчивая закладкой на хранение. С левой стороны прием осуществляется через приемный бункер. Если будет интересно, мы туда сейчас не пойдем, там очень пыльно. Приемные бункера разной мощности есть от 30 до 100, 120 тонн приема в час. На данной линии у Николая Николаевича большая отгрузка, у него 5 на данный момент линий, еще один приемный бункер в пути. Приемные бункера у него мощностью до 100 тонн в час. Также наклонные транспортеры, загрузчики телескопические, которыми можно загружать и хранилища, и также производить отгрузку в транспортные средства. Ну или навальным, или с помощью мешков. Сейчас, чтобы я хотел еще остановиться, мы буквально новый комбайн будем смотреть в поле. Это самая будет большая площадь сепарации. Также Николай Николаевич отлично пользует СЕ-150, которые себя зарекомендовали, особенно в России, да и во всем мире, уже много лет. И возможность дооборудования этих машин большим опциональным для бережной уборки. И практически, ну вручную, может быть, Николай Николаевич по заказу там кого-то, кого-то, когда-то копалками убирает, но практически весь процесс с помощью техники Грима был механизирован на его предприятии. То есть здесь представлен бункер 24-60, соответственно, да убери ее, не хочу. 24-60, буртоукладчик SL-145, который позволяет закрывать ширину хранилища до 25 метров, до 27 метров. Соответственно, также скаутовской компанией представлена машина AV-412 для ручного наполнения картофеля с обеих сторон. Ну и чем, соответственно, отличается компания Грима складской техники от других наших производителей, это, соответственно, гидравлический привод на все механизмы. Гидравлический привод позволяет бесступенчато регулировать работу транспортеров, скорость транспортеров и, соответственно, с более увеличенной нагрузкой принимать картофель. Регулирующие вальцы, которые расположены на бункере 24-60, могут регулироваться по четной и нечетной сторонам вальцов с различной скоростью. Соответственно, этот бункер при закладке на хранилище способен производить до 80 тонн в час. То есть остальные уже, я думаю, можно тогда пройти и посмотреть. Также в нашей линейке есть приемные бункера комби, которые можно добиться хорошего отделения комка и камня за счет спаренных вальцов. И на складской технике имеется у нас еще оптическая возможность добавления опции оптического отделителя примесей. Там производительность уже увеличивается до 120 тонн в час. Вот, в принципе, можно пойти и посмотреть. Все, спасибо за внимание. Ну, на данный момент мы сейчас находимся возле сортировочной линии гримовской. Значит, эта линия способна в течение светового дня переработать до 120-140 тонн продовольственного картофеля. Значит, у нас на сегодняшний день уже мы довели, у нас уже 5 линий таких вот с гримовской техникой. Прекрасно себя они зарекомендовали. Вполне мы довольны этой техникой. И вот на каждый год пытаемся обновлять технику. Ну, в общем, все пока хорошо у нас. Все машины есть на что посмотреть, есть что показать. Но в данный момент по ситуации, которая творится в мире, всех, я думаю, что больше интересует, а работает ли эта компания, а будет ли она работать. Так что я вот вам заявляю, как представитель компании Гримы, меня зовут Ширин Александр, я представляю компанию Гримы. Компания Гримы работает на российском рынке в 22-м году. И по 22-му году мы завозим около, уже осталось у меня чуть-чуть завезти, завезли в 22-м году больше всего техники, чем за последние 15 лет, около 500 единиц техники. На 23-й год компания Гримы также остается на российском рынке. И продолжает работать. И на данный момент мы принимаем заказы на приобретение техники и заказы техники на 22-й год. Помимо техники, потому что техника приобретается раз, остальное она эксплуатируется до 10 лет в России. В Европе меньше, в России больше. Запчасти. Запчасти также поставляются в Российскую Федерацию и в 22-м году, и в 23-м. Да, есть задержки, есть проблемы по поставке, по времени, но зачастую в этом факторе не только компания Гримы ответственна. Есть у нас и таможня, и перевозчики, которые вы знаете. И мы доводим до вас информацию о том, что очень дорожает наш, не наш транспорт, мы нанимаем транспорт. И транспорт доезжает в Россию. Наша задача обеспечить вас всех хорошей техникой Грима и, соответственно, качественными запчастями, которые сейчас отслеживаются. Какие-то другие варианты поставок, другие варианты отгрузок. Даже кому-то, если интересно, можно приехать на завод, посмотреть. Или видео мы сделаем. У нас сейчас в данный момент мы максимально, по максимуму отгружаем с Германии запчасти. У нас день приходит под 6-8 фур. Ребята там уже завалили запчастями, уже как бы по количеству людей не справляются. Но стараемся рассортировать. Так что, пожалуйста, не обижайтесь по поводу того, что обещали тогда-то, а поставили чуть позже. Ну, время такое. И я говорю, что лучше вы нас ругайте с то, что мы задержали, чем вы начнете нас ругать, почему вы не возите. Ну вот, а теперь начнем небольшую презентацию комбайна Эва. На данный момент мы здесь представляем комбайн Эва 280. Это эволюционная модель, которая впоследствии будет полностью заменять машины, которые мы ранее поставляли, СЕ-150. Можно сказать, старший брат. Эта машина пока единственная в своем роде на территории Российской Федерации. Завезена она была в том году, проходила испытания в российских условиях. На этот сезон уже мы завозим для наших сельхозпроизводителей, компания Грима завозит, более 20 единиц техники. Эва 280. Также в нашем сегменте есть Эва 290. Это самая большая машина с бункером 9 тонн. Прицепная двухрядная машина с бункером 9 тонн. Эволюция. Соответственно, сокращенная Эва. Это уже унифицированная, модифицированная машина от СЕ-150. В этой машине в большом исполнении представлены опции, которые ранее устанавливались на самоходных машинах. То есть машина полностью автоматическая. Соответственно, если у кого есть желание будет, может посмотреть. У механизатора есть пульт, где он осматривает работу машины. 8 камер установлено по усмотрению. Каждая камера представляет свой отдельный узел. И если где-то происходит сбой в работе машины, эта камера отображается в общем плане. Ну и, соответственно, начнем с того, что эта машина была привезена Николаю Николаевичу на это мероприятие. Спасибо всем, кто организовал и нас пригласил. Первоначально машина была на 90. Мы переоборудовали ее на 75. Сервисный инженер компании Гримм Алексей переоборудовал ее на 75. Так что в этом варианте машины с каналом 1700 она может работать и на 75, и на 90. Переоборудование элементарно в течение полтора-двух часов делается. Меняются только затяжные барабаны, вот в отдалителе. Соответственно, дальше с чего начинается. Машина эта была в конфигурации с центральным лемехом. Почему мы акцентируем внимание на эту машину? В том, чтобы она работала больше в обогащенной технологии уборки картофеля. Так как здесь площадь сепарации значительно выше ранее представленных машин. Это позволяет эффективно убирать 4, даже до 6 рядов за раз. То есть вы понимаете, да? Как говорим, две таких машины могут заменить, соответственно, три комбайна, которые копают без копалки. По ширине каналов, как говорю, 1700 первый приемный канал, 1700 второй приемный канал. И основной элемент, где всегда при большой урожайности и массовой уборке 2, плюс 2 или 2, плюс 4 были сепарирующие каналы, потому что они с 1500-1700 сходились на 880. В этом исполнении следующие сепарирующие каналы, где всегда была узкая ушка. Здесь исполнен 1500 первый сепарирующий канал, 1482 и 200 метра третий сепарирующий канал. Привод всех механизмом гидравлический регулируется с кабины механизатора. Соответственно, в этой машине также представлен варьодрайв, позволяющий бесступенчато регулировать движение первых транспортеров. Также в этой концепции машины представлен, как я говорил, 8-тонный бункер. Есть автоматическая настройка скорости движения транспортера в зависимости от движения трактора, что это зачастую всегда важно. Так как в некоторых случаях бывает, что или скорость транспортера маленькая, а скорость трактора большая, забивается здесь впереди, перед Диаболом земля. Или наоборот, скорость транспортера большая, а скорость трактора маленькая. В этом случае идет сильная травматизация. Сейчас, еще 5 секунд. И основные новинки этой машины, это система Speedtronic Web и Speedtronic CEP. Что это подразумевает под собой? Speedtronic Web автоматическая регулировка скорости просеивающих, Speedtronic CEP автоматическая регулировка сепарирующих. И что самое главное, если вы давно работаете с компанией Grima и знаете складскую технику, есть такое понимание TurboClean. Соответственно, TurboClean установлен и на этой машине на сепарирующих транспортерах, что позволяет вам в тяжелых условиях при выезде с поля включить механизатор клавиш, он может даже показать, включить, и сепарирующие транспортеры в автоматическом режиме, то есть с увеличением скорости, могут очищаться. Это позволяет улучшить сепарацию в дальнейшем. Ну и как на этом я говорю, если какие-то еще вопросы будут, индивидуально могу рассказать. Сколько стоит эта машина? Эта машина стоит в зависимости от комплектации от 285 до 310 тысяч евро. По курсу ЦБ? По курсу ЦБ. На данный момент это даром. Ну, там получается еще бонет по 10 км. 50, нет, у нас машина в евро, вы платите рублями. То есть сейчас рубль 55, 55, 86. 56, грубо, да? То есть 56 и 300 тысяч. Ну и завод идет на то, что размещение заказа 10 и 90 процентов. По факту поставки. Да. То есть на данный момент, как я вам уже говорил, принимаем заявки на следующий год. Очень активно идет заказ не только в России, но и по всей Европе. И сроки выпуска машин уже с завода уже варьируются, варьируются, варьируются. Да. 10 процентов предоплата, гарантийные обязательства в течение года по этой машине. Ну, что еще могу сказать? Я думаю, что, соответственно, не забывайте о том, что все-таки видите, что творится в мире. Я думаю, что соответствующие колебания в цене могут тоже изменяться. Но на данный момент никаких изменений нет. Если вы зафиксировали цену, оплатили, то цена эта остается до конца вашей оплаты. Даже если я поменяю цену, она никак на вас не отобразится. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего замечательного мероприятия. Спасибо Николаю Васильевичу за высокую оценку нашего вклада в развитие и в ваш бизнес. Спасибо Николаю Николаевичу, что дал возможность сегодня принять участие в этом мероприятии. Но на самом деле, наверное, живя в аграрном регионе, невозможно оставаться равнодушным к проблемам, задачам, которые стоят перед аграриями, перед аграрным сектором. И Николай Васильевич совершенно справедливо заметил, мы банк, который очень активно работает с аграриями. Сегодня у нас доля кредитного портфеля для сельхозтоваропроизводителей более 40%. В Ростовской области мы представлены в городе Ростове, плюс у нас есть дуб-офис в Семикаракорске, у нас есть дуб-офис в Сальске, в Зеленограде, в Таганроге. Мы открываем в этом году, расширяем свою филиальную сеть, открываем еще в Новочеркасске, в Азове. И совершенно справедливо вы заметили, мы очень активно принимаем участие в развитии, в реализации инвестиционных проектов с аграриями. Буквально там в прошлом году в Семикаракорском районе мы заложили 45 гектаров суперинтенсивного сада с нашими клиентами. У нас есть, Андрей Васильевич не даст соврать, более 45 тысяч квадратных метров построено овощехранилище для хранения в том числе картофеля. В Прометанском районе здесь присутствуют сегодня наши клиенты. Мы активно реализуем инвестиционные проекты, мы активно поддерживаем аграриев, мы понимаем чем вы дышите, нам не все равно, как вам живется в этой жизни, и мы всегда готовы быть опорным банком, партнером в развитии сельхозтоваропроизводителей. Поэтому от всей души хочу вам пожелать в этом году урожайного года, хорошей погоды, ну, наверное, без дождя уборки. Все, что вы задумали, несмотря на непростой период, в котором мы с вами сейчас живем, но все, что вы задумали, чтобы все исполнялось. Ну и самое главное, чтобы вам, вашим близким, вашим семьям здоровья, поддержки, ну и всего самого доброго и теплого.